Всем привет! Сегодня я хочу поделиться с вами своими первыми результатами работы с диетологом. Если вы не знаете, о чем я сейчас говорю, то для этого есть отдельное видео, там где я все очень хорошо объясняю, что к чему. Если очень коротко, если вы первый раз зашли на это видео и еще не знаете, о чем пойдет речь, в ближайшие три недели я буду работать с диетологом и также проходить курс антицеллюлитного массажа. Моя цель заключается в том, чтобы перестроить привычки питания, начать правильно питаться, сбросить вес и борьба с целлюлитом. Вот это четыре основных пункта, которые меня ждут в ближайшие три месяца. И каждую неделю я буду делиться своими впечатлениями, своим опытом, своими достижениями, своими разочарованиями. Если вы сейчас кликнули на это видео, то скорее всего эта тема вам знакома и она вам интересна. Поэтому сразу запасайтесь терпением, скорее всего эти видео будут длинными. И будут они длинными не потому, что мне хочется просто поболтать на камеру, а потому что я буду стараться максимальное количество информации вместить в одно видео. Поэтому я очень не советую вам выключать где-то на середине или в начале или ближе к концу, потому что если что-то пропустите, потом будете жалеть 100%. Поэтому давайте, наверное, приступать, чтобы еще больше не делать это видео длинным. Свои отчеты я буду делать на основе вот этой маленькой черной книжечки, куда я записываю все свои наблюдения, свой вес, что я ела на протяжении дня. Сюда я тоже вклеиваю какие-то интересные рецептики, которыми я тоже с вами буду делиться. В общем-то все мои наблюдения, для того, чтобы я ничего не забыла и была максимально информативной, все будет находиться в этой маленькой черной книжечке. И хочу я начать, как это не смешно, но именно сначала. Сейчас я вам покажу свои фотографии до, я расскажу вам про свой вес, про свои проблемы. И этот проект изначально был нацелен на то, чтобы сделать его максимально открытым и честным. Если вы к этому моменту еще не подписаны на мой канал, то, пожалуйста, подпишитесь, потому что мне хочется таким образом вдохновить многих девушек на то, чтобы тоже начать заняться собой, на то, чтобы привести себя в правильную форму, правильно питаться. Я хочу, чтобы мы здесь обменивались нашим опытом, нашими какими-то достижениями, спрашивали у друг друга вопросы. Поэтому, да, там внизу есть кнопочка подписаться, обязательно ее нажмите и давайте приступать. Итак, до начала работы с диетологом мой вес был на отметке 63,5 килограммов. Рост у меня 175 сантиметров. По медицинским стандартам моя норма это 65 килограммов, но для меня это очень большая цифра. Я никогда не весила больше, чем 63 с копейками, то есть вот когда я начинала, это был мой максимальный вес, в котором я когда-либо была, но при этом я уже чувствую, что он лишний. Я уже вижу складки вот в этой области, под грудью, я уже вижу уши, скажем так, которые появляются на бедрах. Естественно, бедра это всегда были мои проблемные места. И я знаю для себя, что 65 килограммов это будет 100%, это катастрофа просто для меня будет. Поэтому я так себе предполагаю, что я себя буду очень хорошо чувствовать, если буду весить в районе 56-57 килограммов, где-то вот так вот. Я уже была в таком весе, и я помню, что мне тогда очень нравилось, как я выгляжу. Я не была чахлой, я не была заморенной, но я была именно такой стройной, подтянутой, и мне очень нравилась эта форма. До того, как я начала работать с диетологом, у меня было много проб похудения, я занималась спортом, делала в основном ставку именно на спорт, но я поняла, что у меня из-за моих больных коленей не получится делать ставку на спорт, и нужно, наверное, как-то сместить акценты в сторону питания. И питаться я всегда хотела именно правильно. Я не хочу морить себя диетами, я не хочу голодать, я хочу именно правильно питаться, для того, чтобы мой организм получал то, что ему нужно, и при этом я хорошо выглядела. И в течение этих трех месяцев, скорее всего, мне придется себя урезать, мне даже не скорее всего, а я точно знаю, что мне придется себя в чем-то урезать. Но при этом самое главное, что я объяснила диетологу, я не хочу такую диету в стиле «выпил стакан воды, потом на обед стакан кефира, а на ужин опять воды и лег спать», то есть мне такое не подходит. Я не хочу истязать свой организм, я хочу именно хорошо и правильно питаться. Также я сделала замеры всего своего тела, для того, чтобы сравнить результаты до и после, и я вам сразу хочу эти все замеры сообщить, для того, чтобы в конце потом еще сообщить результаты мои, которые будут, и мы их сравним, насколько, где там, чего уменьшилось, где, может, прибавилось, ну, будем надеяться, что не прибавится. Итак, грудь у меня была 85 см, талия 70 см, живот в самой широкой его части, вот, то есть вот под пупком такой вот у меня, как бы, пласт жирка есть, и вот там я тоже замерила. Значит, живот у меня 86 см, бедра 96 см, бедра, опять-таки, чуть-чуть ниже, там, где такие вот формируются уши, вот эти немножко целлюлитные. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю, то есть вот сразу, как начинается нога, там вот она немножко вот так вот идет, и вот эти вот уши у меня 98 см, то есть, если бедра 96, то эти уши 98 см, и потом каждая нога у меня была 56 см, руки 27 см, руки я вот здесь вот мерила. Вот это мои замеры, потом в конце сравним, если вы будете смотреть это видео к моменту, когда я уже закончу эту программу, я напишу вот здесь вот тоже свои результаты. И давайте сейчас поговорим больше о том, что же конкретно я начала делать. Я начала работу с диетологом именно по той причине, что самой мне не получалось добиться идеального результата и закрепить его. И так как мои потуги, в принципе, ни к чему не приводили, я решила работать с профессионалом, с человеком, который имеет медицинское образование, который мне может реально что-то посоветовать. Плюс ко всему прочему, что я думаю, немаловажно, я также буду проходить курс антицеллюлитного массажа. И, кстати, контакты своего диетолога, ее зовут Настя, я оставлю внизу. Она составляет диету, в принципе, даже удаленно, то есть если вы даже в Зимбабре живете, все равно она может вас вести, может вас корректировать, назначать там какие-то определенные диеты и так далее, и тому подобное. В общем-то, если вам это интересно, то ее контакты внизу. Если открыть мою маленькую черную книжечку на первой странице, то здесь я записала основные правила. Первая моя встреча была очень такая хаотичная. Мне Настя дала очень много информации, и мне было в первый день очень сложно, вот реально очень сложно это все переварить и как-то подстроиться. И давайте вот я вам сейчас расскажу, наверное, как раз-таки о первых общих правилах, о которых она мне сказала. Первое самое главное правило – питаться 5 раз в день. Для меня это вообще был взрыв мозга, потому что я питалась до этого полтора раза в день, с утра какой-то маленький бутербродик с чаем, в обед я выпивала кофе, возможно, с какой-то там вкусняшкой типа круассанчика, и вечером у меня уже был полноценный ужин, там какой-то гарнир, мясо, салат, вот что-то такого плана. Она мне сказала, что эту привычку срочно нужно ломать, и нужно обязательно питаться 5 раз в день. На что я ей сказала, ну это очень сложно, потому что у меня ритм жизни очень насыщенный, и я постоянно либо занята работой, либо я где-то мотаюсь, либо вот, например, там снимаю видео, и снимать видео я могу там, я не знаю, 5 часов подряд, например. И за эти 5 часов, в принципе, я не особо отвлекаюсь куда-то, то есть вот я сугубо сижу и снимаю, 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 снимаю. Поэтому ритм у меня довольно насыщенный, и я, откровенно говоря, не верила, что это возможно. Но, тем не менее, потом я расскажу, как все-таки я к этому пришла. Основные предписания, которые нужно обязательно выполнять, это выпивать минимум 2 литра воды в день. Я вот в среднем где-то около 2 литров сейчас и выпиваю. Обязательно нужно выпивать стакан воды за 30 минут до каждого приема пищи. Не пить 40 минут после каждого приема пищи. Также не спать 4 часа после последнего приема пищи. То есть, если последний прием пищи у меня был там в 7, то до 11 часов вечера мне как бы спать ложиться не стоит. Потом обязательное закаливание, занятие спортом. И в моем случае, так как у меня проблемы с суставами, она мне сказала отказаться от соли. Что для меня оказалось очень сложным. Но я делаю прогресс в этом и тоже как бы хочу вам об этом потом рассказать. Сразу тоже скажу, что это правила общие. И что касается конкретной диеты, что я кушаю, что я не кушаю, это исключительно для меня было сделано. То есть, не берите это как за правило в целом. Я хочу, чтобы вы включали здравый рассудок и понимали, что если я говорю о том, что, к примеру, надо есть яблоки 10 раз в день, а у вас на яблоке аллергия, то, понятное дело, вам этого делать не нужно. В этом и прелесть работы с диетологом, что она конкретно вам говорит, что вам нужно, а что вам не нужно. И в принципе все. А, и раз в 2 недели можно позволять себе есть то, что хочется. Это что касается основных правил. Теперь продукты, которые мне запрещено кушать. Картошка, жареное мясо, рыба, сахар, колбасы, чипсы, макароны, масло, виноград, бананы, мороженое, майонез, алкоголь, мучное, орехи. И опять-таки я хочу, чтобы вы здесь включали здравый рассудок, потому что если в списке есть чипсы, то сюда же относятся всякие сухарики, всякие там добавки к пиву, солененькое, вот все такого рода. То есть я не писала здесь каждый конкретный продукт, который нельзя, потому что иначе я бы там списала, наверное, всю эту тетрадь только продуктами. Ну, в целом, я думаю, понятно. Что касается картошки, Настя мне сказала, что единственное, куда я ее могу класть, и то очень в таких дозированных размерах, это в суп. Теперь что касается моего 5-разового режима питания. Первый раз, когда это слышишь, сразу представляешь, что это нереально. Но в то же время она постаралась и разделила мое время на такие промежутки, когда я, в принципе, понимаю, что это реально. То есть о чем это говорит? Что у меня прием пищи не заточен под какое-то очень строгое конкретное время. Например, к примеру, завтрак строго в 8 утра, потом второй завтрак строго в 10 утра и так далее и тому подобное. А именно она так сделала, чтобы мне это было удобно. То есть завтрак у меня должен быть в промежутке с 7 до 9 утра в любое время вот в этом промежутке. Второй завтрак с 10 до 12, обед с часу до 3, полотник с 4 до 6 и ужин с 7 до 9. То есть вот этот запас 2 часа реально очень сильно спасает. То есть я не подвергаюсь такому бешеному стрессу, что о боже, о боже, там по часам уже надо бежать кушать. Ой, я забыла воды выпить за полчаса. Ой, уже не успеваю. Ой, все, в общем-то, у меня ничего не получается. И сейчас, когда я снимаю это видео, я нахожусь уже на 11 дне. Но буду рассказывать вам сегодня про первые 7 дней. И могу с полной уверенностью сказать, что придерживаться этого графика вполне реально. У меня ни разу не было никаких срывов, ни разу не было никаких отстрочек, что я что-то не успевала и что что-то у меня не получалось. Теперь, что касается конкретной еды. Она мне сказала, что я могу кушать в принципе все, что мне хочется. И в дозировке такой, чтобы поесть, при этом чувствовать, что я наелась, но что я еще бы могла что-то съесть. Вот в таком состоянии нужно находиться постоянно. И это, наверное, такая золотая середина, которая позволяет вам всегда немножко худеть при этом, но никогда не чувствовать себя голодной. И что касается конкретных продуктов, когда и что мне кушать, то завтрак, она мне сказала, день мне начинать обязательно нужно с каши. Каша может быть любая, то есть это не обязательно овсянка. Это может быть и гречневая, и рисовая, и ячневая, и да какая угодно. Какая вам нравится, какую вы хотите скушать конкретно в этот день, такую кушайте. Кашу можно сочетать с овощами тоже как бы в умеренном количестве. Второй завтрак всегда связан с какой-то очисткой. Первые 10 дней своей диеты у меня была очистка желудочно-кишечного тракта. То есть она мне сказала, что мне нужно употреблять любые продукты с клетчаткой, любые какие-то рецепты себе делать для того, чтобы я получала нужную дозу клетчатки в сутки, и она как бы чистила мне организм. Обед это суп на второй варке. Вторая варка это что значит? То есть вы берете какое-то мясо. Я не употребляю красное мясо. То есть для меня это либо курица, либо индюшка. Вот в принципе два моих основных мяса, которые я сейчас употребляю. Вы варите бульон на этом мясе, потом когда вода закипает, этот бульон сливается, еще раз наливается вода, и вот на вот этом втором бульоне вы уже варите суп. Суп при этом нужно делать без зажарки. Для меня это сначала тоже было таким странным каким-то явлением, потому что суп без зажарки по сути это вода с какими-то овощами там плавающими. Но в то же время я быстро к нему привыкла, и вот сейчас вот буквально там вчера, или когда я сварила новый суп, и он мне даже понравился. То есть если первые разы он получался, ну такой, откровенно говоря, никакой, то вот я вот подстроила свои рецепты, о чем я вам обязательно расскажу так, что он мне даже понравился, вот этот мой последний супчик. На полудник мне нужно обязательно кушать какую-то молочку, нежирные йогурты, нежирный творог, кефир нежирный, ну в принципе любая молочка, которую вот мне хочется вот сейчас вот кушать, без проблем, любую выбираю, кушаю. На ужин я могу кушать опять-таки какой-то гарнир из каши, любой, который мне нравится, мясо у меня может быть либо паровое, либо вареное, и естественно овощи, фрукты, все, что я там хочу на ужин употребить. С ужином, наверное, надо быть наиболее осторожным, потому что так как здесь можно кушать и кашу, и мясо, я всегда делаю больше акцент на мясо плюс какой-то салат. С кашами на вечер я бы, наверное, не сильно увлекалась. Я, к примеру, по результату заметила, что чем больше я делаю акцент на кашу, тем медленнее у меня все движется. И почему? Потому что каша это сложные углеводы, которые долго перевариваются и долго насыщают ваш организм энергией, что вам на ночь не нужно. Поэтому лучше, допустим, какая-то паровая еда, там паровая котлетка с салатом и немножко кашки. Вот такой вот лично у меня получился какой-то золотой баланс. И что касается моего семидневного результата, то это было минус полтора килограмма за неделю. То есть, если сначала я весила 63,5, то утром восьмого дня я весила 62. Я была крайне просто довольна этим результатом. Во-первых, потому что это был очень ровный результат. Я с каждым днем все меньше, 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 по чуть-чуть сбрасывала. То есть, не было каких-то скачков наверх, потом вниз, потом наверх, потом вниз, потом еще сильно вниз, потом сильно наверх. То есть, очень-очень ровно, постепенно вес идет вниз и до сих пор вот именно по этой экспоненте он и продолжает двигаться. Это меня безумно радует, потому что мне никогда раньше не было таких вот именно ровных результатов. И так как я сейчас вижу, что я наболтала уже довольно много, я, наверное, свой вот этот первый отчет все-таки разделю на две части. Во второй части этого видео я расскажу, что я конкретно ела, поделюсь какими-то рецептиками с вами, расскажу про свой первый сеанс антицеллюлитного массажа, каким спортом я занималась, как я занимаюсь и покажу тоже продукты, которые я нашла в супермаркете, которые очень хорошо для меня работают в плане как бы диетических продуктов. Эту вторую часть этого видео вы, скорее всего, увидите очень скоро, то есть, если эти отчеты выходят по понедельникам, вторую часть я, скорее всего, загружу во вторник. Поэтому в очередной раз попрошу вас подписаться, чтобы вы ни в коем случае не пропускали все подальше отчеты. И мы с вами увидимся очень скоро в следующих моих видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok